Морские свинки 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 Только во время вторичного прохождения содержащих их продуктов по пищеварительному тракту. Вот или так, или никак. Несмотря на свое название, грызуны воду не любят. Спят всего несколько раз в сутки, минут по 10. Остальное время бодрствуют. Морские свинки, в отличие от других грызунов, например, от мышек, могут различать цвета. А еще эти животные чрезвычайно вокальные. Они имеют широчайший диапазон звуков, которые включают, вообразите, мурлыканье, скулеж, виск, воркование, урчание, то самое похрюкивание. А еще они умеют шипеть и стучать зубами. Морские свинки становятся взрослыми и способными к размножению буквально через месяц после рождения. И вот вам особенный факт. Морская свинка в интересном положении может, знаете ли, передумать, становиться матерью. И тогда детеныши рассасываются внутри ее тела или консервируются на несколько лет. Живут морские свинки около 5 лет, но при хорошем уходе их жизнь может продлиться еще на парочку лет. Ну а самая старая морская свинка дожила, представьте, до 15 лет. И это достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Если вы решились завести этого зверя, пожалуйста, обратите внимание, морских свинок и кроликов вместе содержать нельзя. У этих животных, ну, совсем разные потребности. Кроме того, кролики переносят болезни, которые могут быть опасны для морских свинок. Ну и могу сказать, что морские свинки, в принципе, добродушнейшие и общительные домашние животные. Они запоминают свое имя, обожают сидеть на руках, мурлычат, когда их гладят. Ну а когда зверьки счастливы, они потягиваются или подпрыгивают на месте. Быстро привязываются к хозяевам, семенят за ними по квартире, будто собака или кот, тапки приносят и вообще отлично приручаются. Ну а главное, самим фактом своего существования и внешним видом делают нас абсолютно безмятежными и хотя бы ненадолго счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok